Этот год подготовил для нас немало сюрпризов и возможно даже станет в некотором смысле переломным для нашей страны. А все потому, что 2018 это первый полноценный год реализации программы «Цифровая экономика». И если вы не знаете, о чем идет речь, тогда наша рубрика «Ликбез» для вас. С элементами цифровой экономики мы сталкиваемся ежедневно. Когда расплачиваемся карты в магазинах, оплачиваем покупки в интернете или производим онлайн бронирование гостиниц. И информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. А в конце 2016 года президент России предложил запустить процесс инициации масштабной программы развития экономики, основанной на новом технологическом укладе. На сегодняшний момент информационные технологии, они очень активно развиваются, вплетены в нашу и повседневную жизнь, вплетены в профессиональную деятельность. И мы можем это наблюдать достаточно хорошо и на мировом уровне, и на уровне компаний российских, что те компании, которые применяют достижения современных информационных технологий, они очень активно развиваются, повышают достаточно хорошо и производительность труда, и, что самое важное, оптимизируют свои издержки по производству продуктов или услуг. С одновременным повышением эффективности. Основной целью программы в документе называют появление не менее 10 высокотехнологичных предприятий, работающих на глобальном рынке и формирующих вокруг себя систему стартапов и исследовательских коллективов, которые и будут обеспечивать развитие цифровой экономики в дальнейшем. Программа рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений. Образование, кадры, кибербезопасность, формирование исследовательских компетенций и IT-инфраструктура. Цифровая экономика – это фактически смена экономического уклада существующего, переход к новой форме ведения всех видов экономической деятельности, когда ключевыми факторами экономической деятельности становятся новые технологии и услуги, которые на основе этих новых технологий предоставляются как населению, так и различным производствам, компаниям. Сегодня доля цифровой экономики в ВВП страны составляет 3,9%. Согласно исследованию одной консалдинговой компании, цифровизация экономики может увеличить этот показатель на сумму от 4 до 8 триллионов рублей. Но каким образом на самом деле программа повлияет на экономику России, сказать однозначно сложно. Далеко не каждый современный бизнесмен видит эффективность цифровой экономики. Есть и те, кто уверен, что она представляет угрозу для населения, так как считают, что главное ее проявление – это массовое внедрение роботов в производство и сферу услуг. Но гостей нашего сегодняшнего выпуска эта проблема совершенно не волнует. Их продукцию необходимо делать с большой любовью, а роботы на это не способны. Торты, капкейки, сэндвичи и, конечно, вкусный кофе. Про их сладкие шедевры знают многие сыровчане. Попробовав хоть раз десерт или горячий с холл кофе, хочется возвращаться сюда снова и снова. В чем же их секрет? Расскажет Людмила Козлова. Люд, начнем с нашего традиционного вопроса. Расскажи, пожалуйста, вообще, с чего начинала и почему выбрала именно эту сферу бизнеса? Ну, я не выбирала это. Произошло случайно. Она мне, можно сказать, так, под наследство досталась. И изначально это была просто кофейня без какого-то производства собственного. То есть мы покупали тортики, замороженную продукцию у наших местных производителей городских. Вот, и просто их продавали. А потом, ну, буквально, наверное, года два назад мы перешли на собственное производство. Работаем мы только на натуральных продуктах. То есть это творожные сыры, другие различные сыры, сливки. Никаких растительных компонентов и прочее. А насколько я заметила, скажем так, основной ваш ассортимент это все-таки торты, капкейки, кофе. Но чем еще занимается холл кофе? Также у нас есть ланчи и детские мастер-классы. Но ланчи у вас появились, ну, относительно недавно. Недавно, да. Потому что все хотят кушать, чтобы быстро, по-домашнему, недорого. И поэтому мы стали готовить сами еду. И причем у нас нет какого-то строгого большого меню по еде. То есть у нас есть основное, например, пасты, салаты, бургеры, сэновичные, то, что есть всегда. А горячее и, ну, скажем так, блюдо дня мы каждый день решаем, что мы будем готовить. Также руководствуемся погодой. То есть летом это что-то более такое легкое, зимой более сытное и жирное. Вернемся к вопросу о выпечке. Был ли в твоей жизни вот такой заказ, который запомнился больше всего, над которым действительно пришлось там потрудиться? Да, заказ такой был. Это был первый как раз год, когда мы стали заниматься десертами. Лето, свадьба. Его был большой торт, пятиярусный. Основание у него было искусственное, то есть, ну, подложка. Была свадьба, там, человек, наверное, на 150. Ну, в принципе, не очень много, но торт хотели, прям, чтобы он был такой, вау. И сложность, основная была в том, что его нужно было везти за город, то есть, далеко, жарко. Ну, это был огромный опыт, первый опыт работы с таким тортом большим, и он, конечно, запомнился. Расскажи, какие кондитерские изделия особо пользуются спросом у саровчан? Все любят шоколадные. Это прям вообще любимое. Шоколадные капкейки, шоколадные торты. Киевский торт, безе тоже очень любят. Ну, да, эстерхайзер, ну, то есть, что-то вот такое вот. А вот, скажем так, по украшению мастика, фрукты? Ягоды. Все обожают ягоды. Чем их больше, тем лучше. Мастика, это если только какая-то, ну, заказная продукция, торт должен быть тематический, тогда да. Ваши десерты, это, скажем так, результат импровизации, или это все-таки какое-то четкое следование, вот прям рецепту? По-разному бывает. Ну, в основном, конечно, мы следуем технологиям, но экспериментировать тоже очень любим, потому что это интересно, и, не знаю, заходишь там в любую социальную сеть, и смотришь рецепты современных каких-то шефов, то есть, был там определенный классический рецепт, его изменили, получили другой результат, и, ну, мы постоянно меняем. Меня всегда интересовал вот такой вопрос, есть ли в мире выпечки, в мире тортов какие-то вот четкое следование тенденциям, то есть, ты знаешь, что летом у вас будут заказывать садебные торты именно вот такие? Да, конечно, я думаю, что есть, но, опять же, как это примет наш город, да, ну, вот, по там, своей специфике, это, ну, неизвестно. То, что всегда, когда ездишь куда-то на обучение, конечно, это мегаполис, там приезжают люди со всей России, там, и, конечно, уровень совсем другой, и нужно точно понимать, насколько ты можешь потом это применить, и в своем городе, и как на это отреагируют люди. Есть ли не секрет, где обучаешься, у кого обучалась, куда ездишь и как часто? На самом деле, как только вот я решение приняла для себя, что все, нужно печь самой, я съездила в школу в Москве к Алине Макаровой, прошла курсы, ну, основательные, то есть, это и теория, и практика, я сама могу писать технологии на торты, вот. И далее, как бы, ну, все так по мелочи, потому что это, на самом деле, безумно дорогое удовольствие, но, безусловно, развиваться нужно, и хорошо, что есть онлайн-курсы, то есть, ну, как бы, имея какой-то опыт по написанию технологий, их можно смотреть и также у себя на кухне пробовать, экспериментировать, ну, не обязательно куда-то ездить. В начале нашей беседы ты рассказала о том, что вы проводите мастер-классы для детей, если не секрет, какие, и как вообще попасть к вам на мастер-класс? Мастер-классы проводим, есть мастер-классы по капкейкам, бургерам, конфетам, пирогам, попасть можно, ну, в основном сейчас принимаем групповые какие-то, ну, заявки, чтобы было нам удобнее, потому что раньше все это было в свободной записи, то есть, каждый выходной, там, каждую субботу, воскресенье люди просто записывались, приходили, но не всегда получается, и для того, чтобы нам было удобнее приготовиться, как-то все это более организованно выглядело, мы вот активно сейчас с классами работаем, мы группами из детских садов. Ну, и последний тоже наш, скажем так, традиционный вопрос, дай небольшой совет, вот, скажем так, только начинающим кондитерам. Нужно очень грамотно и скурпулезно выбирать курсы, обязательно выбрать свою нишу, заниматься ей, развивать ее, ну, и не нужно конкурировать, нужно заниматься своим делом, любить его и побольше творческого вдохновения. Развитие цифровой экономики совершенно не означает, что роботы полностью вытеснят людей, они лишь тем или иным образом облегчат нам жизнь. И в доказательство смотрите нашу рубрику «Стартап». И первый сегодня в нашем списке – робот «Бадди». «Бадди» от компании «Блюфрок» стал одним из самых популярных социальных роботов. Он имеет функцию дистанционного управления, обеспечивает безопасность и дружеское общение. Робот уже используется для работы с детьми, страдающими аутизмом. Следующий стартап – набор «Зеро». Компания «Зеро» разработала набор для создания различных роботов, состоящий из четырех моторизированных модулей, контролированных с помощью специальной перчатки. С помощью «Зеро» вы сможете создавать свои вариации роботов, управляя их передвижением. Беспроводная перчатка контролирует роботов, созданных из картона, дерева или металла. Какие изменения ждут нас в ближайшем будущем и как развитие цифровой экономики повлияет на нашу жизнь? Ответов на эти вопросы не даст ни один специалист. Это лишь покажет время. В эфире была программа НДС. Я ее ведущая Мария Ирунич. До встречи на канале 16. Редактор субтитров А.Семкин